Всем привет, с вами три комментатора в нестандартном составе, Вася Борисович, Дима Несимов, Никита Петров, и мы комментируем вторую партию матча Евгения Плюшкина, Артём Капустин, первая партия закончилась ничью, довольно неожиданная концовка, а во второй Артём разорвал свой любимый карахан, белые снова поставили коньянцы, то есть снова-снова загородили собственно фигуру, это видимо любимый приём Евгения, ну просто он же 4, видимо уже у чёрных получше. Слон же 4, потом Е6, конь С6, никаких проблем. Чуть-чуть, мне кажется чуть-чуть, но уже получше, чёрный. Е2, всё нормально, что вы понимаете. Вот, вот отошёл на Аш-5. Ну Аш-3 тоже полезно, форточка есть, в принципе на 43-м ходу это пригодится. Хорошо, на 43-м ходу эта партия уже закончится, но... Никого это не волнует. От Артёма тяжёлый выбор, слон Аш-5 или слон Ф3. Ну слон Ф3 плохой ход. Да ладно, нормальный ход. Не, но всё-таки сдавать так слона добровольно. У белых перевес 2 слона, 2 слона, то есть... Понятно, понятно. Ясно, понятно. Не знаю, я б чёрный играл эту позицию всё равно. Слон же 5, 3-0, то ну не, А3 это очень вкрачивает, это сложно. Да, к сожалению, ваши комментаторы не способны раскрыть всю тонкость хода А3, поэтому... Это, по-другому Евгению Наск. А Д4 висит. Да, за броню С6 отдали дармовой перевес, это плохо. Д4 висит теперь. Теперь дармовой перевес у чёрных, по-моему. Да, у них лучше, очевидно. Причём... Да, это 2-0 и отдавать на Д4, и там играть на опережение. Слон Е3, ладья Д1, и там... Какое опережение, пешка Д5 железобетонная, защищена 5 раз. Не, ну, в любом случае, у чёрных поприятнее. Сейчас слон Е7, 2-0, потом С5. Да, слон С5 не надо, надо подготовить всё. Вот так, слон Д6. Ну, мне слон Е7 нравится больше, определённо. Вот из-за этого хода, да? Вообще, я не понимаю, слон Е7 это то, что любой игрок, который... Ну, что, любой шахматист, который играет каракан, должен играть, по идее, в этой позиции. Ну да, вот, чтобы не было вот этого самого хода. Мне кажется, теперь надо уже идти во все тяжкие и бить на Б2. Бить на Б2. Бить на Б2. Давайте побьём на Б2. Комментателям будет весело, зрителям будет весело. Чёрные проиграют прямой матовый атак. Комментателям нужно играть. Да, так и сделано. Отлично. Артём хочет возродить интригу в матче. Совсем возродить интригу. Не оправдывает он свой рейтинг. Надо ему 2.232 оставить. Хватит, я думаю. Я думаю, что 2.311. Ну, 2-0 тоже очень так... Не знаю, по-моему, чёрные просто съели песку. Без такой компенсации. Ну, понятно, но, Тим, не порти момент. Не-не-не-не. Надо... Я-то болею за Артёма, поэтому... Не знаю, ну, ферзь А6. Ферзь А6. Попил. Даже из-за шуток, то есть, вот это... Ладья Ф на Б1 такой вот серьёзный ход. Даже здесь у белых довольно-таки неплохо. Даже Ладья Б3 ничего не портит. Ладья Б3 неплохой ход, кстати. Ну, в общем, то есть... Вообще нет, вообще ужасный, но... Ну, не важно. Не, здесь белые могут создать, ну, хорошую игру, я думаю. Не, ну, линия Б3 открыта, и они пытаются по ней игру навязать. Ну, правильно. Главное... Главное увидеть ход ферзь А6. Вот это решающий момент партии. Если белые увидят ход ферзь А6, то... У них нормально. Если нет, то чёрные баслодья Б6 пойдут, и всё закончится. Ждём исполнения этого хода. Делайте ваши ставки, господа. Я думаю, что белые пойдут в Ферзь Е2. Почему? Ну, чтобы дать шаг на Ж4. Хорошее объяснение. Я думаю, что это вполне может случиться, на самом деле. Ну, хорошая геометрия. Угроза ферзь А6 и ферзь Ж4, то есть. Да нет, ну... Ну, в смысле, то есть, что это геометрия. Усиленная, усиленная идея. Ферзь ближе к полю Ж4, это очень важно. Надо лошадку куда-то ввести. Лошадка без полей, это плохо. Нет, без хода ферзь А6 у белых нет никакой компенсации. Пешечка, 3 слабые. Правильно. Кунь-2 правильно, да. Кунь-2 правильно, ладья Б3. И на ладья Б8 ладья Д3. Нормально будет. Упорно так. Не, не будет упорно, согласен. А думаешь мат действительно? Кунь-2, у кого это волнует? Значит, на конь-Ц1 есть ход. А, и потом ладья Д1, согласен. Неплохо, неплохо. Ну, кстати, вот Евгений размышляет. Кунь-Ц1, слон Ф4, конь Д3. А4 тоже грамотно, пешка на А3 не висит. Пешка дальше ферзи идет. Чем она дальше, тем она ближе ферзи. Пешку на белое поле, чтобы слон не атаковал. Все отлично. Не, как по мне, мы зря шутим, потому что у белых сейчас будет полноправная игра в стиле прошлой партии, то есть. А, ну если только в стиле прошлой партии, потому что по-хорошему у черных решающий перерез. Нет, по-моему, черных выиграно стоит. Близкий к решающему перерезу. Проблема в том, что нет ни одного шага по линеи Ж, вот это смущает очень сильно. Да, это поистине ужасно. Ужасно, да. Ничего, сейчас ферзь Е3 готовим шаг. Нет, ферзь Д3 пойдет соперник. Нет, пойдет ферзь Е3. Надо подготовить шаг. На Ж5. Ну, а реально, план, наверное, победы за черных сложный для меня. План победы за черных. Сейчас линия С вскрывается, и черные за счет плохого белого короля в какой-то момент продавят и заставят поменять ферзей. Такой план. С4, грамотно. С4 мне очень нравится. А там ферзя 8 шаг появляется. Да нет, ферзь побьет. Да что такое, блин. Не-е-е-е. Только сказал, что это грамотно. Ничего подобного. Никакой грамотности, понятно. Ну, хлопнуло и в 4, повел. Бей на И4 и С3. Бей и С3 победа. Мне надо было, конечно, ферзя 8, король же 7 и конь С3. С угрозой страшный конь В5 и дальше ферзь Д8. То есть реально белые завязывали какую-то игру. Конь С3 надо было, может быть, просто сыграть. А тут над чем думать, надо брать, взял. Отлично, взял. С3 победа. Браво. Великолепная техника реализации. А я еще угол ход ДС. Ход ДС выиграл партию в один ход. И кто же? Ничего не понимаю в шахматах. С2. Ну и все, прошла, родная. Немного не успевают, белая. Ничего, все впереди. Не, по-моему, все позади, куда? А, шах. Вот в чем идея-то. Шах и ферзь G5 и еще один шах. Ладно, без парадокса, но, конечно... О, еще один нашелся. Слушай, геометрия это отличная. Ферзь С1 и партия засанет еще на два хода. Хорошим Артем не надо было туда пускать, надо было король А8 сыграть. Ну, конечно, я не понял решение королев 8. Ну, в любом случае. Ну и так выгодно, о чем тут говорить. Правильно, король G2 и на ферзь E2, ферзь B2. И там вечный шах, ферзь B8 и все дела. Почему вообще ферзь E2 не понял? Почему не с линии B зайти и не ферзь B1? Ты плохо, ты слышишь? Ферзь B2 и будет ничья. Нет. Только не опять. Актем, соберись и пойди король F8 уже. Нет, 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 он пойдет король D7. Ну, так будет правильно. Да, централизация. В Эншпиле надо централизовывать. Короля на Ж7 спрятать и все, и безопасность. Нет, короля надо ввести на D5 черного. Атаковать песку D4. Да, ну как так, блин, вообще, что происходит в этом матче? Я не понимаю. Ну, 3 минуты, Артем, а как? Нельзя подумать. Не, король F8 точно не будет сыграно. Это чувство у меня, ну... Вон короля ведем на D5. Да, король F8 нужно напугать, то есть, сыграть D5. То есть, вот это страшный ход. Это тоже, ну, надо как, надо собраться. Надо пойти на ферзь E4 и ферзь C6 хотя бы тогда. Артема, 3 минуты, чтобы найти здесь какой-нибудь выигрывающий ход. Ну, согласен, ферзь E4 и ферзь E6 это очень железобетонно. Ну, правильно, ну, один шаг на A7 там, F8, F7, король убежал уже 7 и все. На C4. Ну, тоже можно, тоже. Главное, чтобы поля C7 держит, с которой вечный шаг идет. Ну, видимо, чудес все-таки не бывает. Хотя было очень близко. Ну, давайте, может, что-то... Давайте, ферзь C1 и повторением ходов. Ферзь E2, ферзь E4. А, ну и да, 1-1 закономерно будет вполне по ходу матча. Да не, но все-таки Артем в обе партии лучше играл. Не считая какого-то затмения с королев 8 в этой партии и с... ...не разменом ферзей в предыдущий. То, ферзь E2, согласились с ничью. Не знаю, я бы пошел бы королев 8, король G8, потом бы... ...добивал. Ну, ферзь E2 тоже можно. Как? Ищем ресурсы за белых. Ферзь F1. Я думаю, думаю. Ферзь F1. Проблема в том, что ферзь B1 и поле B5 бита. Да, блин. А это ты видишь, а я на ферзь F1 в ферзь F6 пойду. И ничего не сделаю, согласен. D5, тонко. Д5, правильно. Я бы взял на D5 с шахом, правильно. Отмещение ферзя. Король G3, централизация, король F4, король G5, король F6. И пошли ставить мод паки. Ну, он на D1 сейчас придет. А то уже хуже. Потом берется один ферзь. Я не верю, вечный шаг при двух ферзях на доске. Ферзь B2. Ну да, но C1 ферзь. Ферзь B8. Король G7. Ферзь... Да не, ну абсолютно. Нет, слишком пассивный король у белок в этой манечке. Я-то согласен, да. Будь король нашу 8, все было по-другому. Ферзь заезжает наш 8, между тем. Артем в панике пытается защититься от вечного шаха. Да, я думаю, что он пойдет в ферзь B6. Че, черные поля прикрыть. Нет, ферзь прошел. Ну че, пора личный шаг клеить. О! Единственная беда, что в этом видео очень мало шахматных составляющих с нашей стороны. То есть, мне кажется, здесь больше так просто, то есть, защитный, не знаю, искать ничью, то есть, или как, я не знаю даже. В общем, сейчас у белых упадет флаг. Флаг, все понятно. Да, можно ферзь B7 пойти, думаю, это более будет. Ну, у белых упадет флаг, я же говорю. Ну, в общем, я хочу сказать, что, ну, белые, то есть, Артем очень, вернее, не Артем, а Евгений очень хорошо играл, как по мне, то есть, и просто мало агрессии, то есть, у него, то есть, идею он исполняет. Тот же Ладяев на B1 пошел, вместо того, чтобы сразу же Ладя B1-A пойти, ну, как бы, хорошо играл, да, я не думаю, что у него 1900 это предел, то есть, я думаю, 2-157. Хорошо, я считаю, что ты недоцениваешь способности, Евгения. Мне кажется, что 2-212 вполне. Мне кажется, Артем сыграл, ну, показал свой класс, да, то, что он сильней. Ну, в первой партии какое-то затмение. Хорошо, в любом случае мы, конечно, извиняемся за такой стиль комментария. Иногда надо разнообразить. На самом деле мы к Луженям относимся, по крайней мере, я, к обоим соперникам. Да нет, так я, ну, мы тоже, то есть, это просто парадокс такой был, то есть, на фоне первой партии искали какую-то, какую-то смешную ничью, то есть, на самом деле, действительно, после, даже после Ладяев на B1, черные могли, белые могли создать серьезные проблемы, то есть, если коня правильно перевести, а не отдать его на F4, то я думаю, что черным не так легко было. Надо было ферзу 6 задвигать, все-таки. Да, а коня в 4 уже это была последняя ошибка. Ну, как сказать, последняя ошибка была король в 8, вообще. Ну, не, ну, решающая, как сказать, решающая, не знаю как. Ну, коня в 4, там же ясная победа черных. Хорошо, в любом случае, всем, всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Матч продолжается, хотя отрыв команды администраторов уже достиг угрожающей величины. С вами было нестандартное трео комментаторов, всем спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok